Необучаемые Бомбочкой прыгают на одни и те же грабли Российская армия нанесла массированный удар возмездия по украинской территории Один из самых мощных за последнее время Взрывы гремели во многих регионах страны Так в списке пораженных объектов Днепрогэс и Лодыжинская ТЭС Последствия наступили сразу же, потому что без света полностью или частично остался Харьков, Кривой Рог, Кировоград, несколько более мелких городов Чтобы это повлияло и на всю энергетику Украины, такие удары должны быть системными и постоянными Да-да, вы все верно поняли После прошлогодней провальной и позорной кампании Российская армия снова принялась бомбить украинские энергетические объекты То есть Россия реально тратит миллиарды долларов на то, чтобы мирные жители в Украине сидели без света и без воды А еще, цитируя классика, умирали во время операций в больницах Загнать их в каменный век У них не должны работать вообще поезда Они будут сидеть холодные, голодные, без света Пусть они дохнут просто все Ай да Путин, ай да антифашист Люба дорого смотрит, насколько же по плану проходит операция спасения Не случайно эта военная операция называется спасение И ладно бы в прошлом году подобная тактика принесла хоть какие-то ощутимые плоды Но нет, пропагандисты в студиях всю зиму заходились в восторгах после прилетов по украинской энергетике Вчера ночью, когда полетела по инфраструктуре И не долетела еще То, что те удары, которые сегодня происходят, я считаю, они крайне эффективны Потому что жить-то невозможно, ни тепла, ни воды, ни канализации Обещали окончательно решить вопрос Для начала, я считаю, надо до конца уничтожить всю энергетическую инфраструктуру Украины Поградить ее в 16-й век Смаковали туалетные темы Человек пишет из Киева Реально, из Киева Теперь половина Киева в пакеты гадит и в мусорные контейнеры выбрасывает Вонище стоит, что капец, все кусты обгадили И город Киев через неделю после отсутствия электричества заплывет берьме, извиняюсь за выражение С явной угрозой эпидемии Но вот зима подошла к концу и внезапно всем стало ясно Показательная война с мирным населением сыграла против России Дело в том, что лидеры западных стран, вполне возможно, испугавшись излишнего наплыва беженцев в случае полного блэкаута Нам надо сделать так, чтобы Украина вынуждена была бы отправить сейчас еще 10-15 миллионов беженцев в Европу И пусть это Европа решает эти проблемы Наконец-то дали Украине самое современное ПВО А ведь мы с первых дней просили закрыть небо Но в ответ слышали лишь отговорки Благо Путин своим безумием сумел сыграть на руку силам обороны Украины и решить этот непростой вопрос Какой тактик? Теперь же ситуация, по сути, повторяется Ведь не секрет, что на фоне разногласий в США и нерешительности многих стран Евросоюза У украинской армии образовался дефицит с ракетами для того же Патриота А по-хорошему проблему нужно было решить еще вчера, чтобы не доводить дело, например, до обстрелов ГЭС Главный удар пришелся на Днепровскую гидроэлектростанцию, крупнейшую украинскую ГЭС Это самое главное событие с начала февраля 22-го года С этого надо было начинать Ударили по ГЭС-1, по ГЭС-2 нашими стрелатыми ракетами И они попали в ТН, и все остановлено Но на Западе, видимо, начинают шевелиться лишь в том случае, когда дело пахнет большим шухером То есть, наверное, мало всем было многотысячных жертв после подрыва Каховской ГЭС Ну, давайте еще и вот такое вот допустим А если бы, не дай бог, дамбу Днепрогесса прорвало, это была бы трагедия, как в Херсонской области, только помноженная на 10 И вот тогда поздно было бы пить боржоми и в спешке ПВОшные ракеты из-за кромов доставать То есть, реагировать на безумие Путина, это, конечно, хорошо Но еще лучше не ставит на авось жизни десятков тысяч ни в чем не повинных людей Ну, Путина живая, слава богу Света в районе нету Это называется всем доброе утро Ведь совершенно очевидно, что Путину-то как раз на мирных людей плевать Даже на тех, что проживают на временно подконтрольной России части Запорожской области Ну, подумаешь, смоет их нафиг, так бабы еще нарожают Зато по федеральным каналам крикуны будут нос до потолка задирать, мол, вот же, пусть все знают мощь и силушку России То, что произошло сегодня утром, это такой последний намек на принуждение к миру Дни прогресс – это крупнейшая гидроэлектростанция Украины Да, цеха разрушены Да, восстанавливать практически невозможно А помните, мы часто говорили, что да, вот мы там не такие Мы не будем Нет, вот мы такие Я рекомендую, посмотрите, рыдание, слезы и стоны кутарян поутру Прикоснитесь, так сказать, к источнику наслаждения При этом, знаете, друзья, что показать надо? А мы расскажем Прилетом по Днепрогессу радуются ровно те же люди, которые с пеной у рта доказывали, что ГЭС в Каховке Россия бы никогда не взорвала На наже вешается это, как взрыв плотины Хотя, сказать, нами контролируемая наша ГЭС Потому что низменный берег как раз это левый берег, а Херсон стоит на высоком берегу Их цинизм вообще зашкаливает, да, лишь бы обвинить Россию, лишь бы создать какой-то медийный эффект Они же якобы о людях думают, а тысячи погибших в Херсонской области – это все происки фашистствующих украинцев Город затоплен 12 населенных пунктов сейчас под угрозой затопления Вода поднялась на 10 метров Это не предел, как только что заявил глава Новой Каховки Максимальный уровень воды – 12 метров Началась массовая эвакуация людей с территории, которые контролирует Российская Федерация Ну то есть очевидно, что за терактом стоит ВСУ Скажем больше, страна-помойка настолько завралась, что они Днепрогэс планировали повесить на Украину Вот эту новость почти все топовые российские ресурсы таскали незадолго до обстрела Украинские спецслужбы готовят подрыв дамбы Днепрогэс на Днепровском водохранилище в Запорожье Всем ясно, оказывается, дамбу собирались подорвать украинские спецслужбы Ну да, очень верим А для полного коварства сделать они это решили с помощью российских ракет Так же ж получается? Мы все правильно поняли? Больше часа под обстрелом был город Запорожье 12 ракетных ударов нанесла российская армия Во время атаки на Днепровскую ГЭС одна из ракет попала в троллейбус, который ехал по дамбе То есть кто-то явно считал себя хитрее всех Очевидно, не рассчитывая, что появятся настолько показательные видеопруфы Вот и приходится теперь пропагандистам тихонечко обтекать На Украину свои преступления теперь не спихнешь при всем желании Хотя, с другой стороны, было бы нечестным сказать, что Запоребриком прямо уж сильно этому огорчены Ведь и чиновников и пропагандистов куда больше радует тот факт, что своими безумными обстрелами Им удалось отвлечь зет-патриотов от малоприятной реальности Где сначала российская глубинка начала систематически выхватывать от украинских дронов Укрорейх достаточно заметно активизировал свою террористическую активность с помощью БПЛА И Московская, и Ленинградская, и Белгородская, Курская, Брянская, Тульская, Орловская область Российские нефтебазы атаковали беспилотники О взрывах и пожаре сообщили власти Орловской и Нижегородской областей На, беспилотник, въебал рядом с моей работой Вот и до Рязанского завода добрались Сейчас как въебал, и прям вот загорелась на въеднами перед машинами А потом одним из самых горячих участков фронта неожиданно стала Белгородская область И говорим мы это не потому, что нам так хочется Об этом прямо пишут российские же военкоры Белгород сегодня, наверное, самая горячая точка на всем протяжении фронта Хотя здесь надо отметить, что пропагандисты долгое время всеми силами отрицали очевидное То есть глубинному народу сутками напролет втирали, что Да ничего серьезного в Белгородской и Курской областях не происходит Украинцы просто на своей территории снимают тикток Да и те уже умерли Вот эти фейковые съемки где-то там в украинских деревнях Якобы какие-то выруси, новые власовцы, что-то куда-то двигаются Такое полное вранье Наши бойцы проявляют свойственную русскому солдату храбрость и смекалку Живых врагов на нашей территории нет Но настолько цинично врать оказалось весьма проблематично После того, как появились кадры с союзными Украине силами Сначала в поселке Горьковский Находимся в администрации Горьковского, села Горьковского Вот мы спустили этот план И эта территория не все равно А позже и в казинке, где завязывались ожесточенные бои То есть спецоперация идет настолько по плану, что спустя более чем два года С момента обещаний победить Украину за считанные дни В горячей войне мы Украину победим за два дня Чего ее побеждать-то, господи? Ну, полтора-три дня надо для того, чтобы просто полное поражение было нанесло украинской армии Путин и Шойгу заняты не штурмом ЧОПа, а обороной Белгородской области Причем все настолько серьезно, что авиация РФ вынуждена бомбить свою же территорию Ни одного целого дома нет Шойгу разбомбил село в Белгородской области из-за атаки украинских диверсантов Российская армия нанесла авиаудары по селу Козенко в Белгородской области Куда прорвались проукраинские диверсанты И все это, как серпом по одному месту било по путинскому самолюбию и российской пропаганде Ведь позорно, когда ты языком Парижа Берлин бомбишь Поэтому я вам скажу так, никаким Киевом, никакой банковой, никаким Львовом дело не закончится Должен пылать Берлин, Париж, Мадрид, Лондон, Вашингтон Столица нацистских государств, которые приняли решение воевать с Россией А на деле родимую импортозамещенную казинку Россия наносит авиаудары по селу Белгородской области Куда прорвались проукраинские силы Села Козенко уже фактически не существует Ни одного целого дома нет По селу активно прилетает чугуней Хохлы малыми группами пытаются закрепиться в домах Поэтому дома уничтожаются Дома просто снищены с лица земли Там фундамент остался и все Вот почему им так срочно понадобился жесткач с обстрелами Отвлекать нужно холопов, пока они задумываться о происходящем не начали с горя И не осознали вдруг, что вместо обещанной победы в ближайшее время Русский народ победить нельзя Никому не удавалось Украина не выдерживает войну Она сыпется В том режиме, в котором они сейчас воюют с Россией Значит, они в течение марта-октября Должен сложиться коллапс фронта, а дальше коллапс государства В реальности их ждет незавидное будущее Ведь судя по тому, что перед камерами хрюкал лично Шойгу Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о расширении боевых возможностей вооруженных сил России До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии П-30 Соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад Продолжен совершенствование боевого численного состава российской армии С размерно возникшим угрозам военной безопасности страны Массовая мобилизация в России не за горами То есть, чтобы сформировать такое количество новых подразделений Нужно очень много живой силы Которой по состоянию на сейчас нет и близко Что, собственно, сами оккупанты и признают В армейском корпусе народу 100 тысяч человек Их взять некуда У нас не развергнется, б***ь, небосвод И не материализуются какие-то там космические, б***ь, сантники Мобилизация, б***ь Мобилизация Пакуйте вещи, готовьтесь Скоро, б***ь, будет, б***ь, такой б***ь Вы даже себе просто не представляете И здесь бы пропагандистам как-то подготовить народ к непростым временам Но вместо этого какую кнопку не включи Везде танцы, пляски, хороводы и, конечно же, безумная бравада Так сказать, главный конек пропаганды РФ Мы имеем дело с раковой опухолью Мы пытались применить мягкие методы лечения, неинвазивные Все, не работает Так что теперь уже, извините, вот враг И его надо уничтожать И место, которое они себе найдут Вполне конкретного размера И будут собой удобрять чернозем Наш чернозем Никому мы его не отдадим У Укров был шанс создать свое государство Ну все, спасайся, кто может Нарвались мы на серьезного уничтожителя Правда, мы бы Соловьеву намекнули Что тянуть свои волосатые ручонки к природным богатствам Украины Максимально плохая примета Был уже такой Антошка Красовский Наш херсонский хлебушек тоже своим называл И это наш русский хлеб На нашей русской земле Это наша пшеница Наш хлебушек И мы его никому не отдадим Ну и где они сейчас в Херсоне? Вот то-то же, ребятки И да, кривляться в Москве И показательно рвать волосы на груди Можно сколько угодно Вот враг И не важно, как он называется Француз Украинацист Для нас они все немцы Поэтому все эти попытки А как же, нам же Ну чуть-чуть земли Вот кепочку кинем и там останемся Нет Наш чернозем Никому мы его не отдадим Вот только к победе их от не приближает Это скорее наоборот Холопы слушают, радуются и расслабляются Те же бабульки из отрядов Путина В такой эйфории прибывают, что уже и Макрону принялись угрожать Смотри, Макрон Боевой ты петух Соборайся водить войска Ну знаешь, убивай с петухами Мы тебя предупреждаем Если уж пенсионеры России восстанут против тебя То тебе, Макрон, придется очень туго И все это хорошо и прекрасно Вот только эйфория не лучший союзник во время войны Особенно, когда возникает она искусственно И без видимых на то причин Человек начинает витать в облаках И теряет ощущение реальности А потом, как гром среди основания неба Некий очередной провал И люди к нему не готовы Мол, как же так? Соловьев же всех давно убить обещал Для нас они все немцы И будут собой удобрять чернозем А на деле все совсем по-другому вышло Вот почему мы в который раз похвалим Российских пропагандистов в целом И Соловьева в частности За помощь Украине Как говорится, работайте, братья Ну а мы сделаем все, чтобы в будущем Яркой, похвальной грамотой от СБУ Украсить вашу невзрачную камеру в Гааге Слава Украине, господа диверсанты Больше восьми лет Они всеми силами разжигали ненависть О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами Делали все, чтобы российскую армию в Украине Встречали цветами Украинцы ждут Они в самом деле надеются Что мы их в конечном итоге освободим Мы обязаны быть там Но их план не сработал Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше Командам гражданской обороны и антизомби Нужна ваша поддержка Вы можете помочь нам на нашем ютуб канале А также на патреоне Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку Все будет Украина! Украина!